Да, друзья, красота, конечно, неописуемая, но и сложно передвигаться по Дейге очень. Такие вот дела, вот весь я вот в снегу. Я долго думал, как представить, как представить эту вещь, про которую я вам хочу рассказать. Какие-то там себе наработки дел. Но это все ерунда, никак я не буду представлять. Просто расскажу правду, расскажу, как есть об этой вещи. Я ее использовал хорошо, я сложил свое впечатление об этой вещи. И теперь могу, так сказать, поговорить и рассказать, и посоветовать. За моей спиной, сейчас я его снимаю, рюкзак охотничий, РО-66 от фирмы Акватик. Этот рюкзак я проносил где-то полмесяца по тайге активно, охота, рыбалка. Ну, рыбалка так, конечно, вот охота. Каждому, каждому укреплению, каждому фастексу, каждому карману я нашел применение. Я вам расскажу это и покажу. Вот он, рюкзак, 66 литров, компания Акватик его делает. Такой вот рюкзачочек. Сзади, посмотрите, вот такая вот система разгрузки. То есть пояс вот такой вот мощный, перфорированный. Но он не снимается, как я понял, как я пробовал снять, он не снимается. То есть без пояса рюкзак носить нельзя. Ну и, может быть, нет смысла. Хотя кому-то нужно было бы, чтобы пояс отстегивался. Система АРМЕХ. Смотрите, вот так вот регулировка. То есть по телу человека, выше, ниже. Вот тут есть три степени регулировки. Тут у нас алюминиевая лата. Вот так вот закрыто, видите? Сейчас попробую достать, но без пассатиж. Наверное, не получится. Вот, алюминиевая лата, она держит конструкцию. Конструкция вот. Вот такая вот система здесь. Что мы имеем? Лямки, грудная стяжка, поясная стяжка, карманы. На карманах патронтоши. Вот такие вот 12-й. Ну, 16-й калибр нет смысла. Ну, то есть не имеет смысла. Надо будет перестрачивать. А так 12-й калибр на 20 патрон. Вот, я сюда. У меня, конечно, у меня ВПО 208, калибр 366 ТКМ, поэтому я не использую. Но вот такие вот здесь объемные карманы на таких молниях. Молнии водонепроницаемые. Так, здесь я выложил. Еще я под сумок прилепил. Не знаю зачем, но я люблю всякие штучки. Хотя он здесь не нужен. Вот. Здесь я храню патроны, друзья. Дробь, вот пару пуль. Патроны у меня. То есть я применяю это. Это все тема. Вот. Лямки. Грудная стяжка на таких вот ползунках. Для меня это было нововведение. Но хотя я смотрел на других туристических рюкзаках, такое тоже действует. Вот. Вот так все работает. Вот так. Вот так вот. Это аварийно, если что, подавать сигнал. Здесь вот такая светоотражающие полоски. Они же ползунки для грудной стяжки. Система регулировки. То есть можно утянуться. Вот здесь видите фастексы. Утянуться. Так. Эти фастексы я попозже про них расскажу. Это не фастексы. Как-то они называются двухщелевые пряжки. Вот. Вот так. Вот здесь. Здесь. Д-кольца. Что-то можно подвесить. Ну, здесь я подвешивал карабин. У меня. Я просто его снял. Сейчас там на санях у меня находится ручка вот такая вот. Очень такая. Я даже не знаю с чего. Ну, материал у него нейлон-полиэстер. Я думаю, что типа, ну как кордура. Кордура, я думаю, где-то тысячная может быть. Хотя, может, восьмисотая кордура. Цвет вот такой вот камуфляж. Интересный. Такой пиксели. Коричневый, светлый, зеленый. Ну, хаки. И черный. Так, что еще? Вот, вот, вот. Так, теперь давайте бок. На правом боку. Кстати, на сайте, на сайте, я когда смотрел, там мало описания. Поэтому я призван сюда, чтобы рассказать людям про этот рюкзак. Здесь такие фастексы, смотрите. Вот. И они же стяжки. Каремат залезет. То есть коврик. Вот этот обычный, стандартный. Не толстый, который. Ну, такой. Рублей за 400 они, по-моему, продаются разноцветные. Вот он сюда влезет, но только-только. Вот я, как обычно, два каремата ношу. Они уже сюда не влезут. Надо делать увеличение. Ну, это лично мое. Поэтому, поэтому, поэтому так. Отстегиваем. Раз, два. И, друзья, посмотрите. Вот это вот, как вот пилотка такая, типа. Это у нас боковой карман с такой вот хваталкой. В перчатках можно кататься. Боковой карман. Он идет с правого бока, вот здесь рюкзака. Так, здесь у меня ремень. Аптечка. Пакет. Карман, смотрите, вместительный. Вот моя ладонь полностью сверху, донизу. То есть вот, вот такой вот. И плюс он еще, плюс он еще расширяется. Вот так все застегивается. Молнии здесь не защищенные. Здесь есть только вот такой клапан. А резины, они не защищены, не благостойкие. Ну, наверное, это и не надо. Пока проблем не было. Еще мы видим на правой стороне карман вот такой вот сетчатый. Ну, сюда можно бутылку вставить, термос. Смотрите, он половина сетчатый, а низ у него вот так вот сужается. И низ у него тоже из кордуры сделан. Вот, вот моя рука, смотрите там. Ну, там у меня пакеты лежат. Здесь у меня пакеты, такие вещи. Сюда еще я прицепил вот такую стяжку, многоразовую. Рюкзак мне очень нравится, сразу скажу. Но есть у меня мои, мое видение для этого рюкзака. И поэтому я все расскажу. Значит, смотрите. Еще, давайте, раз уж правая часть пошла, надо правая часть. Здесь вот такая стяжка. То есть, вот такая вот стяжка на кнопке вот на такой. Сюда что-то можно закрепить. Пока что я закреплял сюда только рябчика нес. Вот так я раз его и понес. Вот, в принципе, нормально. Здесь вот такое кожаное усиление мы видим. Смотрите. Кожаное усиление и на нем типа стропы молли. Ну, это просто какое-то крепление. Значит, раз, два, три, четыре, пять ячеек. И кожаное основание. Вот, пять ячеек. На одну я повесил вот такой вот карабин с паракордом. Ну, это ладно. Это меня эти, бушкрафтерские мои занятия. Смотрим. Вот здесь еще такая стяжка. Тоже можно носить что-то, крепить. Вот так расстегивается. Она небольшая, маленькая. Я бы, конечно, сделал побольше стяжки. Ну, это же... И, опять же, кожаное основание здесь. Такое вот. Все, все красивое. Ну, честно говоря, мне даже этот рюкзак как-то носить так... Как сказать? Ну, в общем, я даже не знал, что буду с такой роскошной вещью заедывать как бы. Так, ну, справа все то же самое. Только у меня еще вот тут карабин висит. Здесь. Здесь кнопка. Так, здесь у меня закреплен топор. Мы его достанем. Тоже расстегиваем. Просто посмотрим, что в кармане. Карман такой же. Ну, все аналогично, как на той стороне. Здесь у меня в кармане это съемочное оборудование, крепление, какие-то тряпки. Здесь у меня в кармане, в сече там, находятся стропы. Смотрите, здесь вот такая вот пачка строп. Пачка строп. Это, кстати, идет в комплекте с рюкзаком еще один ремень. Покажу позже его. Пока так сюда положу. Настало время, друзья. Это у нас фронтальная часть, так сказать. Фронтальная часть. Этот рюкзак, он снабжен системой крепления для оружия. Может, вы видели канал охота и рыбалка в тайге Коми. Автор канала Александр. У него такой же рюкзак. Он его взял для того, чтобы охотиться с двумя единицами оружия. Одно у него в руках дробовое, в зимнем лесу. А второе мелкашечка. Вот он сюда мелкашечку будет. Ну и многие финны, я так смотрю, охотятся. Американцы некоторые. Он мелкашку сюда будет цеплять. Смотрите, снизу мы видим такой карман. Снизу вообще дно такое прорезиненное. Знаете, похоже на герма-мешки. Вот это все такое добротное. Молния, молния влагозащищенная. Открываем. Работает жестко. Вот такая вот у нас сумка, друзья. Это сумка. Смотрите, значит, берем... У меня будут примеры и увидите. Берем карабин. Смотрите, здесь стяжка для цевья, для ствола. Может быть, у кого что. ППО 208 СКС. Цевье сюда залазит. Вот. Потом берем, цепляем вот этой вот стяжкой. Ствол сюда. Приклад сюда. И идем. Но, друзья, я обнаружил одну особенность, которая мне не очень удобна. Может быть, потому что я коротконогий. Или у меня маленький рост. Не знаю. Мне кажется... Не кажется. А для меня вот этот вот карман, он слишком большой. Хватило бы здесь вот так вот. Просто. 8 сантиметров. Такой карман мне он бьет по вот по этим местам, когда я иду. Ну, увидите. В обзоре будет. Так что... А так, интересная вещь. Может, у меня, когда тоже появится мелкашка или другое оружие, я буду с двумя охотиться. Вот. Тогда это будет мне полезно. и так, карман очень полезный. Может туда... Друзья, лебец. Этих... Что-то может запихать, что-то принести в крайнем случае. Вот. Вот такой вот логотип Акватик. Мы видим на Best Hunting Storage Technology. Вот такой вот олень здесь. Акватик. Ну, и охотничьи трубы. На фронтальной части находится карман, который тоже не видно в описании. Ну, вот не видно его не в описании, а в магазине на сайте. Он вот так тоже уширяется. Смотрите. Видите? Вот эти вот части, они уширяются. Тоже молния влагозащищенная. Здесь у меня оборудование для камеры. Карман удобный, хотя с виду кажется, что не очень. Вот. Смотрите. Вот такая вот здесь основание. Можно сюда что-то положить, такое, дождевик, еще что-то. Ну, хотя есть другой карман. Потом, рюкзак этот похож на туристический, но у меня никогда не было туристических рюкзаков, поэтому я ничего по этой теме не могу сказать. Ручка на клапане. Ручка сзади рюкзака, то есть вот так его можно брать. Можно брать вот так. Я вот так вот беру, активно его ношу. Так, клапан. Клапан у нас вот такой вот снабжен стяжкой. Мы его... Здесь у меня масхалат закреплен. Такой вот у нас клапан. Клапан вот такой здоровый. Сзади клапана есть карман на водозащищенной молнии. Открываем. Здесь у меня ну вот какие-то свечи, спички, крючки, шоколадка сломанная. Губная гармошка, две зажигалки. Вот здесь документы можно носить, еще что-то. Большой карман вместительный, посмотрите, такой. Сюда можно все, что хочешь запихать, но не тяжелое, это легкое, потому что тяжелое будет мешать. Отстегиваем фастексы. Клапан на фастексах. И еще клапан есть. Можно попасть снизу, ну вот так вот открыть его и, смотрите, сейчас покажу. Допустим, открыть и как-то оперировать здесь, ничего не выпадет. Вот, Акватик, фирма, ну фирменные вещи. Здесь молния, на нее я приделаю потом хваталку. Ну вот, видите, здесь такая молния и можно попасть во внутренний отсек, как с той стороны, так и с этой. Так, еще одна вещь интересная. Эта сумка отстегивается. Эта сумка отстегивается. Я ее, правда, ни разу не отстегивал. Давайте попробуем с вами это сделать. Она вот, смотрите, на панели. Посмотрим просто. Нет ни инструкции, ничего нет. Я посмотрю, как я сам это смогу сделать. Вот, смотрите, достаем. Оп, все, друзья, сумка. Вот у нас сумочка получается. А здесь увеличение объема путем вот такого вот тоже клапана. Честно говоря, к ней еще к этой сумке в комплект идет. А, все, понял. Видите, друзья, все на интуитивном уровне. Ну, все понятно, если даже не знаешь. Сейчас я вам покажу. а интересное решение, между прочим. Куда-то, куда-то же можно сходить, еще что-то сделать. На фастексе вот таком. и здесь панель велкро. И здесь у нас есть панель велкро. Одна, ага, 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 ага. Так. Я, друзья, это первый раз делаю, говорю, не люблю готовиться к обзорам, люблю все вот так вот, чтобы было по-настоящему, по-правде. Прикольно. Еще будет. Мне даже, я даже не знаю, что получится, мне интересно просто. Ну, друзья, я так понимаю, это делается вот так вот, такая сухарка. Вот. Это делается вот так вот, смотрите. То есть, открыл. Блин, прикольно, слушайте, сейчас спиннинговать даже можно. Вот, вот такая вот сумка. Это все убирается. И, ну, классно, друзья, нифига себе. Я даже, ну, я не знаю, примасываться сделал. Смотрите, как выглядит такая, как у немцев, это немецкая сухарная сумка. Блин, интересно. И быстро собирается достаточно так. Ну, вот смотрите, можно все, без инструкции, без всего. Первый раз, когда все оригинально сделано, просто, с любовью для нас, для охотников, рюкзак делится на, вообще, друзья, смотрите, что хочу вам показать. Друзья, вот здесь, не посредине, а в районе где-то 2 третьих вверх. И низ. Вот. Низ, друзья, делится мембраной, которая снимается и одевается на молнии. И она делит вот такое вот, получается, такое-такое решение. Она делит на двое. Смотрите, друзья, теперь, что у меня в рюкзаке? Я скажу специально, я это не брал с собой, я просто думал, что я приеду на рыбалку и переоденусь, потому что будет холодно. Но так как на улице отепель, я не стал переодеваться, ну и не стал выкладывать. Здесь у меня, друзья, рыболовный костюм. Вот такой вот. Смотрите, из мембраны. То есть, вы сами представляете, рыболовный костюм в магазинах, как они выглядят, все видели. То есть, вот, какой объем у меня там. Вот просто, я вот сейчас не знаю. Ну, вот у меня рука, вот туда залазит. Пока что до мембраны. Внутри мы еще видим один карман, ну, типа под гидратор, или бы, ну, это же не тактический рюкзак, поэтому просто под какие-то вещи может быть документы. Очень много объема. Сами видите. Смотрите, сейчас я просто вот так вот не буду ничего складывать. Пихает, запихаю вот так вот туда. Запихаю туда. я им пользовался. Я с ним ходил долго. Я шел с ним в продолжительное расстояние. Он был у меня, заполнил порядка 40 килограмм. Ой, друзья, это очень пилот. Есть видео, будут примеры. Просто очень пилот. Я, друзья, конечно, давайте, мы тогда сюда нас хваст положим. Вот, я, конечно, чуть не офигел, но еще, кстати, я когда шел с этим рюкзаком в одну сторону, по бездорожью, вот по такому лесу, у меня болели плечи, особенно правое плечо, потому что я плохо отрегулировал, поясную стяжку, ну, поясной ремень, систему вот эту вот, и мне плечи прям вот выламывало. Ну, не выламывало, короче, ну, болели они. Вот, а назад шел, все отрегулировал, походил, попробовал, вот так, прошел все это расстояние, ну, правда, назад чуть полегче было на 5 килограмм. Смотрите, друзья, второй отсек. Второй отсек у нас на обычной молнии, невлагозащищенная. Вот так вот эти мы открываем, застежки. Вот так он полностью почти открывается. Ну, друзья, у меня вещи там какие-то, вы уж не думайте там, я просто с тайги возвращаюсь, поэтому вот так вот, смотрите, котелок у меня здесь, варежки, какие-то, сало, пакет. Вот, здесь такая, типа, пластмасска, и пластмасска, и пенка, пластмасска, да, такая где-то, миллиметровка. Вот, вот он второй отсек. Вот здесь молния, которая, мембрану вот эту вот, видите, ну, неудобно немножко, вы уж не обессудьте, мембрану вот эту вот, она открывается, закрывается, и все. Вот, очень удобно, здесь можно, как говорит производитель, здесь можно носить какие-то там, вещи сырые, ну, да, можно, я здесь добычу носил, мне понравилось, вот такие хваталки, все закрывается, все нормально. Мне просто интересно, почему не везде сделаны молнии, водоотталкивающие, тоже вопрос. Здесь бы можно было, потому что вот сейчас по снегу я его потягаю, и все. Вот такой вот рюкзачок, друзья, в принципе, я все рассказал, использую его, вы видели, с вами мы проверили, как сумка работает, прикольная сумка. Единственное, что вот эта вот система в лесу, вот эта вот система в лесу, она вот набирает снега, ну, просто я не знаком, это же туристические рюкзаки, очень удобно его, конечно, носить, прямо летишь с ним, но эта система, она вот набирает снега, ну, и потом будет мокрая. Еще, друзья, прикол этого рюкзака, сейчас скинусь с оружием и покажу. Смотрите внимательно. Для охотника это, для охотников, друзья, для охотников это очень важно, вот то, о чем сейчас я буду рассказывать. для охотников, у кого пневматика и так далее, но это все, в смысле, для тех, кто владеет оружием. Смотрите, лямка, вот она, лямка, да, на мне, и теперь себя подокручивайте в мыслях виды этих туристических рюкзаков с такими толстыми лямками. Да, эти толстые лямки, они не наминают плечи, может быть, и, ну, как бы удобней. Здесь немножко другая система, и мне это понравилось. Я боялся, кстати, когда я заказывал этот рюкзак, я боялся, что он придет, и будут вот такие толщиной лямки, как на туристических рюкзаках. Но нет, друзья, здесь, видать, люди, знающие делали. И лямки тонкие, и... Вот, и вот, пожалуйста, вскидываться удобно. Ну, что я вам показываю? Мне удобно было стрелять, я с ним добывал уже не одну добычу, поэтому... То есть, лямку вот не чувствуешь. Ну, чувствуешь, конечно, но ерунда, вообще, не критично. Классно. Смотрите, фастекс, поясной. Для меня он маловат. Маловат в смысле его размеры. Мне бы побольше, но, смотрите, такое дело. Значит, он подтягивается, регулируется только с левой стороны, с правой он вот закреплен, и все. И, когда в масхалате, когда в фуфайке, зимней там, в суконке, еще там в чем-то, ну, надо же, чтобы он держал, а чтобы он держал, надо плотно делать, правильно? Все подгонять. И тогда неудобно одевать. Вот. Здесь в таком комбезе раз, все, я иду, прям лечу. Вот такие вот дела. Смотрите еще, какие тут интересные вещи. Вот эти вот карманы, да, вот эти вот карманы. Здесь вот такие вот отверстия, то есть кто-то вот так вот, кто-то селфи-палку сюда положит, кто-то еще, вот у меня ножик, видите, я запихал, она сквозная, то есть эти карманы, эти карманы, они сквозные. Можно сюда что-то ложить, ножик, допустим, хоп, раз, выхватил, и все нормально. Вот такие вещи, просто удобные. Друзья, единственное, по вот этим, по вот этим ячейкам, по патронам, тут, конечно, они такие добротные, но мне кажется, что, я не знаю, честно говоря, не буду, короче, говорить, но я бы не стал здесь патроны носить, потому что, во-первых, козырька нету, они будут мокрые, вот, во-вторых, ну, может быть, намокнет, да, не может быть, а намокнет стопудово, и будут, будет растягиваться, может быть, вываливаться. А так, очень классно держит, очень все хорошо, отличный рюкзак, просто мне очень нравится, система регулировки плеч, вот, ну, вот, вот такой вот рюкзачок, друзья, ставим лайки, подписываемся, покупаем, заходим на сайт, сайт в описании, будет под видео, опишу про рюкзак немножко, опишу его, потому что про рюкзак очень мало сказано, ну, вот вы, вы увидели, как бы, наглядно, вот этого красавца, что-то, друзья, я на этом обзоре попробовал вместе с вами, что-то интересного, в смысле, с этим рюкзаком, вот, допустим, сумка, мне понравилась, такой вот рюкзачок, ставьте лайки, подписывайтесь, неплохой рюкзачок, что, нормально? - – Поехали! Продолжение следует...